Друзья, приветствую вас. Сегодня мы собрались с вами здесь на замечательную, интересную лекцию. Хочу сказать, что это мероприятие для вас организовано в рамках проекта «Движение первых гостях у ученого». Подобных лекций у нас будет достаточно много. Кроме лекций мы проводим интересные научные квизы на базе ваших школ и в школах нашего региона. Ну и сейчас хочу представить нашего замечательного лектора, кандидат исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории САПУ. Старший научный сотрудник научно-образовательного центра «Ломоносовский дом» Роман Юрьевич Болдырев. Давайте поприветствуем. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ В Санкт-Петербурге вошли люди в штатском, как принято говорить, а не только в штатском. После чего все личные бумаги, все личные документы Михаила Васильевича, все рукописи, которые хранились у него в кабинете, были изъяты и вывезены в неизвестном направлении. Где они находятся, мы не знаем с вами до сих пор. Даже в полном собрании сочинений Михаила Васильевича Ломоносова многие произведения печатаются по их первоначальному тексту, который был впервые опубликован при жизни. Возможности сверить с черновиками, посмотреть, а так ли на самом деле писал Ломоносов, или цензура при печати что-то там изменила в его тексте, мы такой возможности не имеем. Личная библиотека Михаила Васильевича Ломоносова была обнаружена уже во второй половине XX века, и не в Санкт-Петербурге, и не в Москве, а вообще в Хельсинке. В библиотеке Хельсинского университета, куда она попала, при, опять же, не до конца выясненных обстоятельствах в начале XIX века. Нам даже неизвестна точная дата рождения Михаила Васильевича Ломоносова. Как так скажете вы? Мы ведь 19 ноября собираемся снова отмечать очередную годовщину со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова. А когда была установлена точная дата рождения Ломоносова? В 1911 году государь-император Николай II приказал отпраздновать в России сразу два юбилея. Вообще в начало XX века в России задалась большая юбилейная кампания. Сначала мы праздновали юбилей в 1909 году, 200-летие Полтавской битвы. Большие костюмированные мероприятия, на поле сражения, парад войск. Государю понравилась идея, давайте праздновать дальше. На 1911 год было запланировано сразу два юбилея. Первый юбилей – это 50-летие отмены крепостного права. В 1861 году его отменили, прошло 50 лет, и вот мы с помпой отметим освобождение крестьян. Порылись в календарях. Да, в 1911 году у нас же еще одно славное событие. 200 лет со дня рождения Ломоносова. Следующий год, 1912, уже занят. 100 лет Бородинскому сражению и 100 лет войне 1812 года. А на 1913 год все должно было увенчаться грандиознейшим юбилеем 300 лет Дому Романовых. И вот в Архангельск приходит депеша о том, что необходимо организовать празднование юбилея Ломоносова. А когда именно праздновать? Кинулись в архивы? А в архивах никакой информации нет. Родная церковь, в которой на Курострове деревянная, в которой крестели Михаила Васильевича Ломоносова, сгорела, вместе со всеми документами, со всеми метрическими книгами, которые в ней хранились. Сам Ломоносов нигде ни в какой частной переписке точную дату своего рождения не называл. Но откуда же мы тогда уверенно знаем с вами про 19 ноября? По большому счету, пальцем в небо. Вспомнили старую традицию о том, что обычно младенцев крестили и нарекали в честь того святого, память которого, праздничный день которого приходится на день рождения. Осенний праздник Архангела Михаила приходился на 8 ноября по старому стилю, 19 ноября по новому стилю. Вот так задним числом вывели, что скорее всего он родился 8 ноября 1711 года, ну а по новому стилю получается 19 ноября 1711 года. Но, как говорят дети, это не точно. Никаких убедительных документов, которые бы подтверждали эту дату рождения, у нас не существует. Второй момент. Сам Ломоносов был творцом своего собственного мифа. Он в своих переписках, в своих ступличных выступлениях неоднократно менял показания, связанные с обстоятельствами своей жизни, исходя из сиюминутной конъюнктуры. Когда нужно было попросить денежку, прибеднялся. Когда нужно было попросить награду, наоборот, преувеличивал свои заслуги перед государством. И даже мнения современников о Ломоносове, они очень сильно разнились. Вот три современника Ломоносова говорят о нем. Первый из них это Андрей Петрович Шувалов. Оставленные им произведения почти все считаются шедеврами. Таким образом, от Иссопа до Кедра он все обнял и во всем успел. Фраза, которая переносится из уст в уста, но при этом ее изначальный смысл уже потерялся. Что значит от Иссопа до Кедра? Здесь Андрей Петрович цитирует Библию. Это описание библейского царя Соломона, который отличался особой мудростью и разносторонностью своих талантов. То есть Шувалов уподобляет Ломоносова этому библейскому царю. Говорит о его выдающихся заслугах. Есть и диаметрально противоположное мнение. Коллега Ломоносова по Санкт-Петербургской академии наук Август Людвиг Шлёцер после его смерти в 1802 году в Германии вышли мемуары. Так вот, из 150 страниц этих мемуаров Шлёцер почти 70 страниц отводит своему конфликту с Ломоносовым. Хотя жил он в Санкт-Петербурге всего 5 лет, почти половина текста мемуаров была о Ломоносове. Понятно, никто из немецких читателей и издателей вообще не помнил, кто такой Ломоносов. Поэтому издание мемуаров пришлось сопроводить очень широким комментарием от издательства, чтобы немцам объяснить, кто такой господин Ломоносов и почему он так много нервов попортил немецкому учёному. Настолько некомплементарны были его высказывания о Ломоносове, что на русский язык рискнули перевести текст только в 1875 году. Что пишет Шлёцер о Ломоносове? Ломоносов был действительный гений. Он так поздно поднялся со своего Двинского острова и, несмотря на это, в следующие 10 лет приобрёл так много и столь разнообразных познаний. Он создал новое русское стихотворство. Он первый дал новой русской прозе свойственную ей силу и выразительность. Благодарное Отечество наградило его. Это испортило его. Именно это высокое о себе мнение увлекло его к занятиям самыми разнородными предметами. Если бы он остановился на своих немногих предметах, он, вероятно, был бы в них велик. Но он даже в них остался посредственностью и всё-таки почитал себя во всём величайшем. То есть первое сравнение с царём Соломоном, второй говорит о гениальной посредственности. Теперь третья точка зрения. Представим слово коллеге Ломоносова по цеху литературы и автору первого энциклопедического словаря русских писателей. Это Николай Иванович Новиков. Дело в том, что когда пишется энциклопедия, то материал в ней должен быть подан непредвзято, сбалансировано. Мы можем надеяться, что автор должен был отбросить разные полярные точки зрения и попытаться об учёным написать объективно. Но при этом важно ещё отметить, Николай Иванович был первым человеком, который лично Ломоносова не знал. Он позже вышел на авансцену политики и литературы. Сей муж был великого разума, высокого духа и глубокого учения, начав учиться иностранным языкам уже в таком возрасте, в котором многие считают уже невозможным ими заниматься. Он достиг великого совершенства. На немецком языке писал и говорил почти как на своём родном. Латинский знал очень хорошо и писал на нём. Французский и греческий понимал неплохо. А в знании русского языка, как его родного и многоочищенного и обогащённого, он почитался в своё время одним из первых. Отечеству и друзьям своим был верен, покровительствовал знанимающимися словесными науками и ободрял их. В обхождении был по большей части ласков, к ищущим его милости щедр, но при всём том был горяч и вспыльчив. Вот такая характеристика Ломоносова осталась в первой российской литературной энциклопедии, вышедшей в 1772 году. Давайте прослушаем сегодняшнюю лекцию и попробуем составить собственное представление об этом человеке. Я не буду останавливаться за недостатком времени на всех фактах биографии учёного. Мы остановимся только на том, что в декабре 1730 года он покидает отчий дом, согласно официальной версии, не спросившись разрешения собственного отца, взяв у соседа денег в долг, китаечное полукофтание, подмышкой захватив две любимых книги, арифметику и славянскую грамматику, вот он отправляется пешим путём в Москву. Кстати, точный маршрут движения Ломоносова неизвестен до сих пор, хотя по всему пути следования Ломоносова, гипотетическому пути, расставлены памятные верстовые столбы, а в Вельске недавно на набережной поставлен памятник, точной копии из картины художника Кислякова. Вот про Вельск могу сказать вам точно. В нём Ломоносов гарантированно не был, потому что в первой половине XVIII века тракт на Москву проходил по другой стороне реки, в нескольких верстах от города, и Ломоносов мимо Вельска просвистал, даже его не заметив. Только в 1780 году, когда Вельск становится уездным центром, уездным городом Вологодского наместничества, раз это уездный центр, административный центр района, дорога была исправлена и с тех пор пролегла уже через сам город. Поэтому вот здесь мы точно можем сказать, что Ломоносов в Вельске не был. За остальные населённые пункты Архангельской области, Вологодской области мы ничего не можем с вами гарантированно сказать. Историк оперирует всё-таки фактами, а не какими-то вымыслами. Насчёт того, что он не спросил мнения собственного отца, тоже у историков есть весьма серьёзные сомнения. Дело в том, что в конце правления Петра I в России была проведена паспортная реформа. Только не в нынешнем смысле этого слова. Люди не получали на руки документ, свои фотографии с личными данными. Паспорт необходим был, это как институт прописки сегодня, он необходим был для того, чтобы покинуть свой населённый пункт. Ведь все мужчины были обязаны платить подушную подать. И человек, который покидает свой населённый пункт, мог оказаться налоговым уклонистом. Поэтому для того, чтобы его отпустили, ему необходимо было получить специальный документ, разрешающий покинуть территорию собственного уезда. Иначе на всех границах губерний уездов стояли шлагбаумы, проверяли каждого человека, и если беспаспортного человека застигнут, его должны были вернуть обратно в пункт регистрации, где он был зарегистрирован, и где должен был платить свою подушную подать. Капитан Воробьёв, который выдавал паспорт Михаилу Васильевичу Ломоносову, не мог выдать его просто так, даже по большой дружбе. Для этого необходимо было получить предварительно ещё один документ, отпускное письмо от Куростровской волости, что волость ручается за него, что ровно через год, когда наступит время уплаты подушной подати, Михаилу вернётся обратно и подать эту заплатит. Потому что если бы Ломоносов не заплатил свои налоги, то налоги пришлось бы платить либо его отцу, либо, если последний откажется, то они будут раскинуты между всеми остальными жителями Куростровской волости. Поэтому волостной старшина должен был спросить, а кто за тебя заплатит эти налоги. Поэтому, возможно, хотя, опять же, это не точно, никаких документов не сохранилось, возможно, Василий Дорофеевич всё-таки знал о грядущем уходе сына. Либо капитан должен был спросить у отца, как человека, который должен был поручиться за уходящего сына, в том, что он действительно отпускает своего сына куда-то там, в Москву или в Санкт-Петербург. Но так или иначе, в начале января 1731 года Ломоносов оказывается в Москве и поступает отнюдь не в славяно-греко-латинскую академию. Изначально он поступает в школу математических и навигацких наук. Зачисляется именно в неё. Вам эта школа наверняка известна по четырёхсерийному художественному фильму «Гардемарины вперёд». Вот, возможно, почему отец отпустил Ломоносова в учёбу. Ломоносов мечтал получить морское образование и стать либо капитаном, либо штурманом, либо боцманом на корабле, принадлежавшем собственному отцу. Но через две недели Ломоносов отчисляется из школы математических и навигацких наук и перепоступает в совершенно другое учебное заведение. Почему же так? Что не срослось, что не сложилось? Дело в том, что была проведена реформа этой самой школы математических и навигацких наук. И Ломоносов, уходящий из Холмогор, видимо, ничего об этом не знал. В 1715 году все навигацкие классы из этого учебного заведения были переведены в Санкт-Петербург, и там на их базе была организована морская академия. Но туда принимали только детей дворян. И сын простого крестьянина Ломоносов право учиться в морской академии, не имел. А сама школа математических наук, оставшаяся в Москве, по сути дела, была не заведена на уровень обычной начальной школы. Обучение в ней велось по тем самым книжкам, вратам учености, которые Ломоносов уже едва ли не знал наизусть, славянской грамматики, арифметики Магницкого. И сам Леонтий Филиппович преподавал в этой школе математических и навигацких наук. Оставаться там ему не было абсолютно никакого смысла. Поэтому через две недели Ломоносов отчисляется и перепоступает в славяно-греко-латинскую академию, которую мы с вами прекрасно знаем. Но здесь еще одна незадача. С 1728 года в эту академию было запрещено принимать крестьянских детей. И Ломоносов совершает первый подлог в своей жизни. Он называется сыном холмогорского дворянина Василия Дорофеева. Дворянин? Хорошо, значит, ты имеешь право учиться в данном учебном заведении. И вот Ломоносов поступает, 19-летний отрок поступает в первый класс славяно-греко-латинской академии. Здесь очень многие, так сказать, нюансы кроются в мелких деталях. 19-летний пацан поступает в первый класс, как первокласска какой-то. Почему? Неужели он, уже знающий математику, уже знающий русский язык, не мог хотя бы в четвертый класс записаться? Проблема заключалась в другом. Обучение в славяно-греко-латинской академии велось на греческом языке, которого Ломоносов не знал вообще. Ну где в холмогорах, где на Курострове он мог изучить греческий язык? Он ничего не понимал, что говорится во время урока. Но, видимо, парень был действительно недюжинный лингвистический одарен. Он очень быстро овладел греческим языком и в результате начинает семимильными шагами переходить из класса в класс. Четыре начальных класса он закончил всего за полтора года. С одной стороны, в этом нет ничего выдающегося на самом деле. Это был нормальный срок обучения для первых четырех классов в славяно-греко-латинской академии. Подвиг здесь заключался в том, что человек при поступлении вообще не знавший ни одного слова в негреческом смог уложиться в тот же самый срок обучения, как дети священнослужителей, которые обычно учились в этом учебном заведении и которые дрома, возможно, разговаривали на греческом, потому что это был язык богослужения в русской православной церкви. И вот, переходя из класса в класс, терпя при этом огромные лишения, нам трудно себе это представить. У академии не было своего общежития, поэтому необходимо было искать деньги на оплату жилья. Жилье в те времена сдавали с обязательной оплатой, помимо, собственно говоря, квадратных метров, еще оплачивали освещение, ведь в те времена не было электричества, отдельно оплачивалось отопление, потому что никакого центрального отопления не было. И те скудные 3 копейки в день, а для учеников старших классов 4 копейки в день, которые выделялись на учебу, большая часть этих денег уходила как раз на аренду жилья, оплату отопления, оплату освещения. А еще нужно было во что-то одеться, еще необходимо было купить пищебумажные принадлежности, и в конце концов нужно было что-то поесть. Поэтому мучения были огромные, необходимо было подрабатывать для того, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Учиться в таком учебном заведении вам бы, наверное, не понравилось, потому что единственные каникулы в году проходили только с 15 июля по 31 августа, причем заслужить эти каникулы была большая честь. На каникулы отпускали только тех учеников, у которых не было долгов, не было двоек ни по одному учебному предмету. Для остальных никаких каникул не будет, будет переэкзаменовка, подготовка ко вторному сдачу экзамена. В сентябре 1731 года срок действия паспорта Михаила Васильевича Ломоносова закончился, и с этого момента Ломоносов официально стал считаться беглым. Если бы его обнаружили в Москве, то его нужно было бы драть кнутом и возвращать после этого обратно к месту постоянного проживания, обратно в Архангелогородскую губернию. Ломоносову удалось через родственников других односельчан, которые были в Москве периодически связаться с отцом, и отец согласился за него выплачивать подушную подуть. То есть, по сути дела, один отец в удвоенном размере отныне платил налоги за себя и за своего ушедшего в Москву сына. Только после этого из списка беглых Ломоносов был исключен. И вот еще один примечательный и интересный момент. Вплоть до самой своей смерти в 1740-1741 годах на промысле отец выплачивал подушную подать за своего ушедшего в учебу сына. Но когда отец на промысле погибает, кто теперь будет платить налоги за Ломоносова? Михаил Васильевич в это время находится на учебе в Германии. Никаких известий о нем нет. В таком случае обычно действовал принцип круговой пороки. Если кто-то не согласится добровольно платить за Ломоносова подати, накажут всю деревню. И состоялся волостной сход Куростровской волости. И все куростровские крестьяне согласились между собой разложить сумму налогов Михаила Васильевича Ломоносова и вплоть до 1751 года, то есть 10 лет подряд, земляки за Ломоносова, который к тому времени был уже отнюдь не бедным человеком, выплачивали его налоги, выплачивали подушную подать. А если бы они не согласились это делать, за Ломоносовым пришли бы прямо в здание Академии наук, вывели бы его под белые рученьки, драли бы кнутом, как провинившегося, и отправили бы обратно на север. Так что во многом своему карьерному взлету Михаил Васильевич обязан своим землякам. Трудности не сломили Михаила Васильевича Ломоносова, и когда из Сената в Славяно-Греко-Латинскую Академию приходит указ найти 12 лучших учеников, которые должны отправиться дальше на учебу в Санкт-Петербург, ректор Академии не медлил ни минуту, и в числе этих 12 лучших учеников назвал Михаила Васильевича, который к тому времени еще даже не закончил выпускного класса Славяно-Греко-Латинской Академии. По иронии судьбы, это учебное заведение Ломоносов так и не закончит. Но первого по старому стилю, 12-го по новому стилю января 1736 года, к тому времени уже 24-летний Михаил Васильевич Ломоносов прибывает в Санкт-Петербург и зачисляется в студенты Санкт-Петербургской Императорской Академии наук. Как это можно быть студентом Академии наук? Студент это ведь обычного университета. Это еще один интересный казус эпохи. Когда Петр I планировал создание Академии наук, при этом научном учреждении планировалось открытие первого в России университета. Но Петр умирает. Указ о создании Академии наук подписывает его наследница и супруга Екатерина I, и она вычеркнула идею об университете из текста указа. В результате Академия наук была, а университет официально так создан и не был. И получилось уникальное сочетание. Каждый член Академии наук становился профессором либо адъюнгтом, а это уже получается не научное звание, а учебное звание. Он обязан был учить студентов, но учить где? Если нет университета, у университета нет и собственного здания, нет никаких помещений. Поэтому учиться нужно было у профессоров на дому, бегая из одного здания в другое здание. Раз нет университета, нет опять никакого общежития. Где вы будете жить, господа студенты, это ваши личные проблемы. Стипендии либо вообще не платили, либо задерживали с огромными опозданиями, плачивали деньги. То есть опять мытарство. И при том, что Санкт-Петербург это столица, город весьма удаленный, находящийся на краю страны, цены на базарах в несколько раз выше, чем в среднем по Российской империи, потому что все привозное. Петербург тогда окружали болото и непроходимые леса со всех сторон. Волки по ночам заходили в город. Вот что собой представляло Петра творение. Мы смотрим обычно Петербург глазами Пушкина, сплошные восклицательные знаки, береговой ее гранит. Это все будет на столетие спустя. Пока перед нами город, который только намечен, что называется, на карте. Многие дома еще либо недостроены, либо построены по временным проектам. Большинство зданий деревянных, улицы плохо вымощены, мостов через Неву нет. Вот в такой обстановке, а главное здание Академии наук на Васильевском острове находится. Как ты будешь туда попадать, это твои собственные проблемы. Зимой по льду, летом нужно было платить перевозчику или ждать, когда на плавной мост между зданием Адмиралтейства и Васильевским островом возведут. И плюс новая напасть. Обучение ведется на немецком языке, потому что все преподаватели Академии практически немцы. Многие из них либо вообще не владеют русским языком, либо слабо владеют русским. Ни в Холмогорах, ни в Москве возможности изучить немецкий язык у Ломоносова не было. И он опять отбрасывается на исходную позицию. Он вообще не понимает, что происходит на занятиях. Я вам уже сказал о лингвистической одаренности Михаила Васильевича. Он очень быстро заговорил по-немецки, чем привел восторг не только своих преподавателей, но и президента Академии наук барона Корфа. И когда ему приходит из Сената распоряжение найти трех студентов, самых одаренных, самых способных, которые следует дальше направить на учебу в Германию, в числе этих трех студентов он выбирает Михаила Васильевича Ломоносова. И вот по Балтийскому морю корабль с Ломоносовым и его спутниками прибывает в немецкий порт Травемюнде. Там пересаживаются на кареты, через Любик, Гамбург, другие города, отправляются в герцогство Гессенкассель, в центре которого в городе Марбурге находится Марбургский университет. Это место Российская Академия наук выбрала для обучения наших трех студентов. Обращаю ваше внимание, это необычная учеба необычных студентов. Срок обучения был установлен очень короткий. Вообще, в Германии понятие вечный студент это норма. Срок обучения в университете до недавнего времени был строго не фиксирован. Можно было учиться пять лет, десять, пятнадцать, двадцать, тридцать, пока не сдашь все экзамены и зачеты. Вот когда сдал, тогда получаешь диплом об образовании. Для русских студентов такой роскоши, учиться пять, десять, пятнадцать, двадцать лет, никто, конечно, не предоставит. Программу обучения составляли не профессора Марбургского университета, программу обучения составили академики в Санкт-Петербургской Императорской Академии Наук. Это была спецпрограмма, куда были включены только те предметы, которые действительно им были необходимы. Очень много всяких споров и инсинуаций, конспирологических теорий ведется вокруг того, а зачем Ломоносов со товарищей отправились в Германию. Самое чудовищное, что я читал в интернете, что это были агенты российской разведки под прикрытием, которые в Германии занимались технологическим шпионажем. Должны были все зафоткать и вывезти в Россию все чертежи. Конечно, ничего подобного не было. Цель обучения была до тривиальности проста. К началу 30-х годов все наследие Петра Великого Российская империя уже проела. Все те месторождения полезных ископаемых, которые были открыты и введены в эксплуатацию в Петровскую эпоху, вы поймите, рудник не может работать вечно. Они все были уже исчерпаны. У России заканчиваются запасы серебра, золота, железа, а без этих металлов не может нормально работать экономика, ну а железо это еще и металл войны. А ведь Россия постоянно с кем-то воюет. Ввести в строй новые месторождения, построить новые заводы и фабрики по выплавке металлов. Кадров нет. И сибирского приказа постоянно бомбят Санкт-Петербург, найдите нам специалистов, рудознатцев, специалистов по педалургии, которые могли бы проконсультировать, могли бы помочь выплавке металлов, столь необходимых для Российской империи. И это было главное обучение этих трех студиозов, которые приехали в Мармурский университет. Поэтому и в программу их обучения, посмотрите, входят химия, механика, физика, логика, естественная история, математика, геометрия, тригонометрия. Плюс к этому студенты самостоятельно занимаются французским языком, рисованием, танцами и фехтованием. Рисование необходимо для чего? Не стоит представлять себе Михаила Васильевича Ломоносова, стоящим с Мольбертом, который тут красками, представляя себя Рафаэлем, рисует сикстинскую Мадонну. Скорее, мы бы сказали, что речь шла о техническом рисунке. Необходимо, да, они будут посещать шахты, они будут посещать разные предприятия, понятно, никто не будет разрешать с рулеткой ползать, снимать размеры и тут же это все класть на чертеж. Но, развивая глазомер, имея возможность посмотреть все технологические секреты немецких предприятий, потом можно вернуться домой и зарисовать схему, сделать чертеж нужного станка или нужного технологического какого-то приспособления и потом вернуть все это в Санкт-Петербург. Но помимо вот этой программы, официально утвержденной в Академии наук, Михаил Васильевич занимается дополнительно ораторским искусством, литературоведением, знакомится с сочинениями современных ему французских и немецких поэтов и писателей. Причем многие стихотворения он выучивает наизусть и потом уже вернувшись в Санкт-Петербург будет блистать перед всеми, цитируя наизусть произведения французских и немецких классиков литературы 18-го и предыдущего 17-го столетия. А некоторые из этих стихотворения он позже сделает поэтический перевод на русский язык. Получив первый курс обучения в Марбурге, студенты по велению Академии наук дальше отправляются в Фрайберг. Это центр горной промышленности и металлургии на территории Саксонии. Там под руководством Бергфизика Иоганна Фридриха Генкеля они должны пройти уже практический курс обучения металлургии и добычи полезных ископаемых. И вот тут Михаилу Васильевичу не повезло. Мы уже с вами говорили, Новиков написал, что человек горячий и вспыльчивый Михаил Васильевич. Настоящий холерик. И он не сошелся характерами с Иоганном Фридрихом Генкелем. Между ними постоянно вспыхивают ссоры, конфликты, взаимные оскорбления. Главной причиной этих конфликтов было нищенствующее положение самих студентов. Дело в том, что Академия наук хронически задерживала им выплату жалования, так же, как она задерживала выплату зарплаты и их преподавателю Генкелю. Это сегодня мы можем с вами воспользоваться пластиковой карточкой, вон тут же хопс, на карту родители деньги перекинули недостающую сумму и вы пошли их тратить. В те времена банковская система еще только создавалась. Из Санкт-Петербурга Викселя отправляли в центральную Германию, во Франкфурт-на-Майне, где тогда находился один из крупнейших банковских домов. Соответственно, Генкелю необходимо было арендовать карету, проехать 250 километров по территории Германии, прийти в банк, снять там эти деньги, причем деньги переводили в российской валюте, в рублях. Тут же нужно было обменять эти деньги на местную немецкую валюту, а в Германии более 200 княжеств, в каждом из них свои собственные деньги, затем, избежав по пути нападения разбойников, добраться до Фрайберга, отсчитать свою собственную зарплату, то, что осталось уже раздать русским студентам. Студенты жили в долг, занимая деньги под очень большие проценты, и когда с опозданием в 7-8 месяцев жалование приходило, этих денег хватало только для того, чтобы рассчитаться с кредиторами, и чтобы жить дальше приходилось снова залезать в долг, снова просить у кого-то денег. В конце концов происходит в мае 1740 года окончательный разрыв, Ломоносов покидает Фрайберг и через всю Германию отправляется сначала путешествовать по Европе, ведь он человек, не имеющий паспорта, не имеющий разрешения на возвращение в Российскую империю, он ослушался распоряжения Академии наук, которая отправила его учиться, без свидетельства об окончании обучения, он не может вернуться на родину. Переезжая из одного европейского двора в другой в поисках российских дипломатов, через них можно связаться с родиной, попросить разрешения на возвращение, вот Ломоносов исколесил всю центральную Германию, побывал, кроме этого, в Голландии, вернулся обратно, едва не загремел на службу в прусскую армию, и в конце концов, более чем через год, немытьем-то катанием, 8-го по старому стилю, 19-го июля по новому стилю, 1741-го года, он прибывает в Санкт-Петербург. И не забудем еще при этом, что у нас эпоха дворцовых переворотов, почему ни один российский посланник не мог выправить ему паспорт, почему Академия наук никак не могла выдать ему соответствующую сумму разрешения. В Петербурге один переворот сменяет другой. Умирает Анна Иоанновна, на престол восходит Анна Леопольдовна, потом свергают ее, пока на престоле в ноябре 1941-го года не окажется Елизавета Петровна. Президент Академии просто боялся взять на себя такую ответственность. Человека, не окончившего срок обучения, вернуть обратно в Российскую империю, ведь получается необходимое ему образование в области он так до конца и не получил. Наказали Ломоносова по-своему, когда он вернулся. Вообще, им было обещано в случае успешного окончания обучения в Германии сразу же получить чин профессора Академии наук. Вместо этого самовольщика Ломоносова, который сам бросил учебу, самовольно вернулся в Санкт-Петербург, вновь определяют в студенты. Ему даже не вернули жалований, так и недовыплаченные ему за весь период обучения в Германии. Почти три года ушла у него тяжба с руководством Академии наук, чтобы ему выдали все невыплаченные вовремя средства. Лишь в январе 1742 года канцелярия Академии рассмотрела его прошение и утвердила его, но не профессором, а всего-навсего адъюнгтом Академии наук. Отныне он получил право официально участвовать в заседаниях собрания Академии, обсуждать там результаты исследований ученых, доклады, программы лекций утверждать и так далее. До должности профессора придется ждать аж до лета 1745 года. Иностранцы, которые руководили Императорской Академией наук, особенно руководитель Академической канцелярии Иоганн Даниил Шумахер, он был личным врагом Ломоносова, всячески препятствовал его карьерному росту, его продвижению. Вот это привело к тому, что только летом 1745 года императрица Елизавета Петровна подписывает рескрипт о присвоении ему звания профессора химии, что сделало его полноправным академиком. Он становится известным ученым, причем известным не только в России, но и известным за рубежом. Он ведет переписку на латинском и немецком языках с выдающимися немецкими, французскими, английскими учеными своей эпохи. Но при всем при этом, уже будучи профессором, с точки зрения сословного деления, он по-прежнему считался обычным крестьянином. Потому что академик этого звания не было в Петровской табеле о рангах. Вы помните, там были военные чины, гражданские чины и чины придворные. Никаких ученых степеней предусмотрено Петровской табелью о рангах не было. И получалось, что он совершенно никто. С точки зрения сословного деления общества, он по-прежнему крестьянин. Каким он ушел из Куростровской волости, таким он и остается. В любой момент его могли приговорить к телесным наказаниям, посадить под арест, бросить в карцер, если он что-то сделает. Не то. Он не дворянин. Только в марте 1751 года Ломоносову был присвоен чин калежского советника, уже предусмотренного Петровской табелью о рангах, и благодаря этому он получает потомственное дворянство. И всего один этот факт, что он стал дворянином, моментально привело к увеличению его жалования в два раза. с 660 рублей до 1200 рублей. Посмотрите, какая дискриминация существовала в России 18 века. Если ты не дворянин, при равных заслугах 660 рублей. Один только дворянский титул, и уже жалование сразу подвышается вдвое. И вот чем будет заниматься Ломоносов, достигнув, ну, пока еще не зенита своей славы, но весьма высокой научной карьеры и достигнув больших высот с точки зрения существовавшей тогда сословной системы общества. Очень важный момент. У нас с вами очень много современников, которые, добившись чего-то для себя, почивают на лаврах, садятся в кресло писать мемуары, работают бизнес-тренерами, говоря о том, как я достиг всего, и вы можете также этого достичь. Но ничего не делая для остальных. Нравственным кредо Ломоносова была вот его фраза «дабы выучились россияне». В чем уникальность Ломоносова? Да, он первый крестьянин, который смог проделать такую головокружительную карьеру. Проламывая головой все барьеры, которые тогда существовали, чиновные, сословные ограничения, личных недоброжелателей, финансовые ограничения, он заботился о том, чтобы его путем могли проследовать десятки, сотни, а затем и тысячи людей. Одним из самых главных достижений его жизни стало открытие Московского университета. В 1754 году, опираясь на поддержку фаворита Елизаветы Петровны Ивана Ивановича Шувалова, он выдвигает идею создания первого российского университета. Причем, что очень важно, к обучению в этом университете должны были допускаться представители всех сословий, включая и податных, чтобы такие же крестьяне, как и он, тоже имели право учиться в университете. Но здесь возникала еще одна интересная стена. Вообще, самые страшные стены, которые возникнут в вашей жизни, сделаны из стекла. В чем хитрость? Ты ее не видишь, она вроде как прозрачная, но если с разбега попытаешься ее преодолеть, башку расшибешь. В чем будет проблема? Сын графа Шереметьева спокойно сможет поступить в Московский университет. Почему? Потому что любые репетиторы, любые гувернеры, папочка оплатит все. Все будет к его услугам. А простой деревенский Ваня или Миша сможет ли поступить в Московский университет? Ведь никаких средних учебных заведений, кроме начальных, дававших в сельской местности одно-двух классное образование, в городах два-четыре года образования. Больше ничего не было. Не было ни гимназий, ни лицеев, ни средних школ. Вы же понимаете, что выпускник начальной школы не может слушать лекции по физике и по химии. Поэтому Ломоносов сразу требует, чтобы при университете было открыто две гимназии, которые могли бы вот эти образовательные дефициты ликвидировать. Там можно доучиться, прежде чем дальше поступать в университет. Почему гимназии две, а не одна? Потому что сын графа Шереметьево никогда не сядет за одну парту с сыном крепостного собственного крестьянина. Поэтому одна гимназия будет для представителей привилегированных сословий общества, вторая гимназия для непривилегированных сословий. Ломоносов говорит о том, что необходимо открыть три факультета в Московском университете философский, юридический и медицинский. Возникает любопытная ситуация. В Европе всегда было четыре факультета. Четвертый богословский. В проекте Ломоносова богословский факультет отсутствовал напрочь. Почему? Зачем тратить лишние государственные деньги на образование для священников? Пусть церковь сама об этом заботится. У нее есть своя славяно-греко-латинская академия, свои духовные семинарии, не надо еще дополнительно плодить священнослужителей в университете. А сэкономленные на этом деньги пойдут на развитие материально-технической базы Московского университета. Создать лаборатории, кабинеты, анатомический театр, библиотеку, привлекать молодых талантливых российских ученых, сказал Ломоносов, необходимо. Та самые талантливые выпускники университета сразу должны зачисляться на преподавательские должности в университет. А наиболее талантливые за государственный счет должны проходить дополнительно стажировку за рубежом. И стараниями Ломоносова в апреле 1755 года университет распахнул свои двери. Полностью проявить свои администраторские способности Ломоносова смог с 1757 года, когда он становится советником академической канцелярии, а в 1758 году возглавляет всю учебную часть Академии наук. Благодаря ему в программе академической гимназии и академического университета появляются впервые занятия по русскому языку, занятия по российской истории. Стало вводиться преподавание всех предметов на русском языке. Чем это важно? До этого на каком языке преподавали в университете? На немецком. крестьянский Ваня или Миша знал немецкий? Нет. Это автоматически отрезало им возможность слушать лекции. Если мы будем читать все лекции на русском, то гораздо большее количество людей сможет посещать занятия. Перевод обучения на русский язык имел еще одно революционное значение. Что такое дивизия, субстракция, аддиция, мультипликация дивизия, это деление, мультипликация, это умножение, субстракция, это вычитание. Не было ни одного русского научного термина доломоносова. Это была либо латынь, либо немецкие термины, которые наши люди вообще не понимали. Перевод обучения на русский язык привел к формированию научного русского языка. И научных русских терминов хватит иностранщины. Нужно писать сочинения на русском языке научные, нужно внести в массы знания на русском языке, тогда наука станет более понятной для населения. Настрадавшись в своей жизни сам Михаил Васильевич большое внимание уделяет и материальному положению учащихся. Построили общежитие, дали одежду, обувь, питание за казенный счет. Теперь таких проблем, как у него, что необходимо колоть дрова за деньги или переписывать на рынке для неграмотных крестьян или приказчиков какие-то документы, чтобы подрабатывать, зарабатывая себе на прокорм и на жилье, таких проблем больше у студентов не будет. Тебе созданы все условия, только учись. Он планировал открыть и превратить академический университет в полноценный петербургский университет. Но, к сожалению, время оказалось неподходящим. Россия сначала вступает в семилетнюю войну, на которую стали уходить все средства из государственного бюджета. Затем Елизавета Петровна умирает, а снова императрица Екатерины Второй у Ломоносова отношения не сложились, поэтому проект создания Петербургского университета был фактически похоронен, и после смерти Ломоносова университет постепенно сдувается, а потом и полностью прекращает свое существование. Но Московский университет уцелел. В планах Ломоносова было реформирование и самой Академии наук. Он видел ее вольным с содружеством ученых, которые все вместе бы обсуждали и решали важнейшие научные проблемы. Причем очень важно, сказал Ломоносов, ученые не должны заниматься всякими пустяками, тем, что только им интересно. Они должны исследовать то, что соответствует интересам государства. Чтобы им в этом опять же ничего не мешало, Ломоносов планировал большое внимание уделить материальному обеспечению ученых, увеличить оплату труда, предоставлять ежегодные оплачиваемые отпуска, бесплатно выдавать лекарства для академиков, а многие из них находились в весьма преклонном возрасте. К сожалению, опять же, и на этот проект Ломоносова денег в государственном бюджете у России не нашлось и, столкнувшись с тем, что главные его проекты в области образования и науки остались нереализованными, в июле 1762 Ломоносов пишет прошение об отставке, увольнении его со службы. Это прошение Екатерина вторая сначала подписала, затем, видимо, сама испугалась, что сделала, отменила свой собственный приказ, но все это ухудшило состояние здоровья Михаила Васильевича Ломоносова. В июне 1764 года Екатерина в сопровождении придворных посещает дом Ломоносова, осматривает там его знаменитые мозаичные полотна. Визит этот был не только обусловлен ее заботой о болеющем академике, но и весьма тонким политическим расчетом императрицы. Многие еще не забыли правление Елизаветы Петровны. Много людей было недовольных тем, что произошло после этого, и важно было упрочить свой имидж, показать свою заботу о российских патриотах, которым несомненно был Михаил Васильевич Ломоносов. И это стало одной из целей ее визитов, о котором она позаботилась, написали все петербургские газеты и журналы. Но состояние здоровья Ломоносова продолжало ухудшаться, и четвертого по старому стилю, 15 апреля 1765 года по новому стилю, Михаил Васильевич Ломоносов скончался, оставив после себя огромное количество долгов. Вдова Ломоносова не имела средств на то, чтобы с этими долгами расплатиться, подала прошение в Сенат с просьбой о списании долгов. Сенат медлил, не решаясь взять на счет государства такие расходы, пока не получил соответствующие санкции от императрицы. Екатерина Вторая разрешила принять на себя все долги, оставшиеся после покойного Михаила Васильевича Ломоносова. Я не буду говорить о научных заслугах Михаила Васильевича Ломоносова. Они известны и несомненны в области естественных наук. Одно открытие атмосферы на Венере, чего стоит это несомненно наблюдаемое им явление, доказанное и всеми учеными мира признанное, и попытка объяснить молекулярное устройство Вселенной. Большие заслуги у него были огромные в области гуманитарных наук. Причем он, не будучи профессиональным историком, оставил весьма интересные исторические сочинения, такие как древняя российская история. В этом сочинении он сказал о том, что все народы проходят через одинаковые стадии развития, просто для этого им требуется разное время. Ломоносов говорил и о непосредственном воспитательном значении истории, которое может похвальными делами праотцев наших дать примеры государям, правления, подданным, повиновения, воинам, мужества, судьям, правосудия, молодым, старых разум. Огромные заслуги Ломоносова в области филологии. Он стал одним из крупнейших поэтов и реформаторов русского литературного языка. Он заложил основы классической системы русского стихосложения. А вот его российская грамматика не просто стала первой научной грамматикой русского литературного языка, она была переведена на немецкий язык и стала первым в Европе самоучителем по изучению русского языка. Вы только представьте, каждый иностранный военный, каждый иностранный инженер, каждый иностранный дипломат, путешественник, который собирался посетить Российскую империю в XVIII веке, учил русский язык по этой книге, написанной Михаилом Васильевичем Ломоносовым. Это был лучший самоучитель, лучший учебник русского языка для иностранцев, написанный в XVIII веке. Большую роль внес Михаил Васильевич и в развитии географической науки. При его участии создавался атлас российский. Это первый полномасштабный атлас всей территории российского государства. Причем это была не просто карта. По инициативе Ломоносова параллельно собирались материалы по физической и экономической географии страны. При его непосредственном участии была организована и первая в России высокоширотная полярная экспедиция Василия Яковлевича Чичагова. Ломоносов не доживет до результатов этой экспедиции. Она отправится в путь в 1765 году уже после смерти ученого. Она должна была проверить на практике его гипотезу о существовании свободного льда океана Северной Шпицбергена. Гипотеза оказалась несостоятельной, но сама идея Ломоносова о необходимости эксплуатации Северного морского пути оказалась правильной. Это кратчайший маршрут, соединяющий Дальний Восток с европейской частью России. Просто технологически тогда Россия еще не дозрела. Время атомных ледоколов не наступило, чтобы сделать возможной круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. Он возродил искусство составления мозаики. Причем здесь проявил себя не только как художник, но и как химик. Для того, чтобы выложить вот это монументальное панно Болтавская баталия около 6 тысяч химических опытов было проведено Ломоносовым. Ведь нужно было создать образцы цветного стекла самых разных оттенков спектра. Потому что мы видим перед нами не монохромное, а полихромное произведение с огромным количеством цветов использованных. И это нужно цвета перманентные, не выгорающие, не выцветающие. Разработать специальный клей, которыми эти стеклышки будут приклеены к основе так, чтобы ни одно из них не отвалилось. Поэтому здесь он перед нами и как ученый, и как человек с несомненным художественным дарованием выступает. И закончить сегодняшнее выступление мне хотелось бы словами самого Михаила Васильевича Ломоносова. Многие считают его придворным поэтом подхалимом, но, разумеется, Ломоносов не был таким человеком. В своих одах он пытался деликатно наставлять государей. И адресатом его од были не только высшие придворные чиновники, но и простые россияне, в чем мы можем с вами убедиться на примере его оды, поднесенной на очередную годовщину восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны. О, вы, которых ожидает Отечество от недр своих, и видеть таковых желает, каких зовет от стран чужих. О, ваши дни благословенны, дерзайте ныне ободренны, рачением вашим доказать, что может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать. Здесь каждая строчка написана не случайно. Я уверен, что многие из вас в школе учили этот отрывок, но задумывались ли вы над тем смыслом, который вкладывал в эти строки Ломоносов, и видеть таковых желает, каких зовет от стран чужих. Вот вам идея импортозамещения. Нам не нужны иностранные ученые, нам не нужны иностранные инженеры, нам нужны свои собственные кадры, российские ученые, российские инженеры, российские предприниматели, которые будут работать не на собственный кошелек, а на благо своей страны. Раченьем вашим показать, то есть своим усердием, старанием показать, и имена Платона и Ньютона здесь тоже названы Ломоносовым абсолютно не случайно. Кто такой Платон? Это не просто выдающийся древнегреческий философ, но это основатель академии, первого высшего учебного заведения в Европе. Платон зародил саму идею высшего образования, а вы будете ее продвигать и развивать в России. Я открою первый в России университет. Вы сделаете так, чтобы этих университетов были десятки, а их выпускников тысячи и сотни тысяч. Ньютон это английский ученый, государственный и общественный деятель, первый английский член и президент лондонского королевского общества, это аналог Российской Императорской Академии Наук. Из вас вырастут будущие академики, элита нашего общества, элита нашей науки. Ломоносов был в этом абсолютно убежден, и всю свою жизнь он потратил на то, чтобы таких Платонов и Ньютонов действительно взрастить. Из тех десятков российских студентов, которых лично обучал Михаил Васильевич Ломоносов, вышла интеллектуальная элита российского общества второй половины 18 века. Они станут преподавателями Московского университета, первыми русскими академиками Российской Академии Наук. Благодаря их стараниям появятся сотни других выпускников Московского университета, которые сделают возможным осуществление университетской реформы Александра Первого, когда в России появится шесть университетов, а затем появятся первые учебные заведения в Сибири, на других окраинах Российской империи. И выращенная в этих университетах элита сделает возможным модернизационный прорыв России, когда во второй половине 19 века Российская империя выйдет в число ведущих мировых держав и с точки зрения науки, и с точки зрения экономики. Ломоносов не доживет до этих времен, но он сделает все, чтобы эти времена наступили. Спасибо большое вам за ваше внимание. Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить. Здравствуйте, меня зовут Кетова Полина, я учусь в 21 гимназии, у меня есть такой вопрос. Давайте представим, что ваша жизнь это книга, тогда как бы вы назвали главу, которую сейчас проживаете. Спасибо. Надеюсь, что не эпилог. Искренне каждый человек надеется, что многое еще не сделал в своей жизни. Я надеюсь, что моя книга написана еще где-то до середины. Спасибо. И для всех слушателей, кстати, забыл еще об одной интересной вещи. Верните, пожалуйста, презентацию на экран. Последний слайд. Сейчас появится QR-код. Нет. Вы можете скачать этот QR-код, пройти по нему. Там есть очень интересный кроссворд, Михаиле Васильевиче Ломоносове. Если вы внимательно слушали, то вы сможете ответить на все вопросы этого кроссворда. Спасибо. Еще вопросы есть? Друзья, если у нас вопросов нет, давайте еще раз поаплодируем Роману Юрьевичу и скажем спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Продолжение следует...